И всем здорово, с вами LordSkorp, и сегодня у нас на обзоре будут мои кастомные зомби по вселенной Left 4 Dead, которых вы, скорее всего, могли видеть в, скажем так, недавно снятом небольшом мультике по данной франшизе. Ну и давайте же сразу перейдем к теме. Значит, сразу начнем обозревать зомбарей. То есть, можем заметить вот такую вот гражданскую особу. Ну, это у нас, как можно понять, сразу же девушка, потому что она одета вот в такой вот беленький, ну, не беленький, а такой вот более желтовато-бежевый комбинезончик. И, скорее всего, она является каким-то официантом, потому что мы можем видеть вот здесь вот такой вот опознавательный значок и достаточно легкую форму. То есть, она вот такая, ну, можно сказать, летняя или даже какая-то особенная. То есть, ну, сразу понятно, что девушка либо официант, либо работает в сфере какого-то ресторанного бизнеса. Собственно говоря, зачем ей нужен бейджик? Так, сразу переходим к выражению лица. То есть, выражение лица вот такое вот злое. Как можем заметить, у нее шрам под глазом. Один глаз попросту практически перестал видеть и полностью окровавлен рот. То есть, это говорит о том, что, ну, это, собственно говоря, и есть зомби. То есть, по сравнению с любой другой фигуркой, у которой обычное лицо, ну, даже вот если взять, к примеру, фигурку с человеческим лицом, к примеру, вот такой вот, то можно заметить, что у данной фигурки в значительной степени отличается само очертание лица. Да. Перейдем к нашему следующему зомбарю. Это вот такой вот, собственно говоря, военный. Он одет в самую стандартную форму и также у него есть вот такая вот фуражка. И выбит один глаз, окровавленное лицо и также полуприоткрыт рот, что говорит о его достаточно великом желании покушать плоти. То есть, сразу вот их вот так вот в рядочек поставим, чтобы потом сравнить. Вот. Следующий наш зомбарь – это вот такая вот девица. Тоже женщина, как можем заметить, из-за наличия женского белья. Вот такой вот кофточки. У нее полностью изуродовано выражение лица. То есть, выбит глаз, растрепаны волосы, на другом глазу имеется шрам, распотрошен рот. И, в принципе, отсюда видны следы ран боевых, каких-то царапин и различных тяжелых и даже легких увечий. То есть, вот так вот. Следующая наша мини-фигурка – это еще один зомбарь. Это такой уже пожилой мужчина, у которого вот видна такая вот щетинка. И, в принципе, мы можем также заметить достаточно раздолбанный рот. То есть, говорит о намерении данного зомбаря плотненько покушать. Ну и также вот кровавые ручки. В принципе, все здесь представленные зомби – это гражданские, за исключением вот этой вот молодой дамы, которая является ведьмой. То есть, да, это самая натуральная ведьма из Left 4 Dead. Моя вот такая вот кастомизированная. Я ей специально придал тонкие силуэты и, скажем так, обмундирование ее. Из-за того, что у нее, скажем так, непропорциональные размеры тела и, в принципе, присутствуют признаки анорексии. Самый настоящий. Вот такое вот у нее разорванное одеяние и вот такая вот кастомная разрисованная голова. Ну и тело скелета, что, в принципе, можно тоже заметить. Теперь же стоит поговорить о том, как я сделал данных зомбарей. Тут все довольно-таки очень просто. Я всего лишь-таки взял подходящие тела, ну, как мне показалось, то есть, лично для меня, и раскрасил им головы, да. То есть, взял специальную красочку, нанес специальным слоем. То есть, если мы вот будем вот так вот тереть, то, как можем заметить, эта краска, она не отскапливается, не остается на пальцах, что довольно-таки очень удобно. Если вы хотите узнать, как я, скажем так, разукрашивал им лица, и если вы хотите тоже так разукрашивать, то, конечно, запишите об этом в комментариях. Я выпущу отдельный видеоролик о том, как кастомизировать фигурок. Причем способ такие довольно простой. Там не нужно каких-то прилагать особых усилий, закупать какие-то супердорогущие материалы или какую-нибудь пастеку, мастику, ну, не знаю, что такое. Какую-нибудь глину, ничего для этого не нужно. Всего лишь нужны будут простые материалы. Но об этом поговорим с вами чуть позже. Ну, вот такой вот получился небольшой обзорчик. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока-пока.